МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Чувашия и Тульская область – братья навек. Премьер-министры обоих регионов подписали очередное соглашение о сотрудничестве. Лучшие из лучших. В Чувашии вручили государственные награды. Чем богата земля Чувашская? Открылась межрегиональная выставка регионы «Сотрудничество без границ». Чувашия и Тульская область намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество. Соответствующий договор действует между регионами уже более 10 лет. Настало время включить в него новые пункты. В разговоре с Иваном Маторин и его коллега, председатель правительства Тульской области, отметил успехи городского хозяйства в Чебоксарах очевидны. Мы уже сегодня утром, вчера посмотрели впечатление, по-честному. Не потому что мы в гостях и должны говорить какие-то хорошие слова. Впечатление самое, скажем так, достойное. Аккуратно, красиво. С точки зрения городского хозяйства посмотрели. Ну и мы проехали же тоже дороги прекрасные. Премьер-министр Иван Маторин и Юрий Андрианов обозначили основные направления строительства и ЖКХ, связи, информационные технологии, агропром, социальная сфера, спорт и туризм. В новом соглашении 11 статей. Все предусматривают содействие и создание благоприятных условий для всесторонних контактов во всех сферах экономики, включая обмен научной информацией, технологиями и научно-исследовательскими разработками. Документ скрепили подписями на пленарном заседании 7-го Чебоксарского экономического форума. Полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич вручил государственные награды жителям округа. Среди награжденных есть и многодетная семья из Чувашии. Силеровы воспитывают пятерых детей. Награды вручаются за укрепление семейных ус и традиций. Самое главное, они являются хорошим примером для всех, кто задумывается о расширении состава своей семьи. «Все вы гордость России, поэтому оценка президента Российской Федерации заслужена», сказал в поздравительной речи Михаил Бабич. А глава республики Михаил Игнатьев подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Чувашии». Им стал герой России генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов. Государственные награды сегодня вручали и в Доме правительства. О героях этой церемонии сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. По традиции это происходит каждый год в зале Дома правительства. Существует лучших из лучших. Торжественная церемония началась только что. Сейчас в зале звучит гимн Чувашской республики. Сегодня виновниками торжества стали 35 человек. Им вручат медали, почетные грамоты и даже ордена. Нынешняя церемония объединила вместе людей совершенно разных профессий. В этот раз в одном зале под куполом Дома правительства встретили заместителя министров и руководитель крупного завода, врачи боксарской больницы и доярка сельхозкооператива. Хотя о своем статусе и регалиях здесь поминать не принято. Все о ней, отметил в своей речи глава региона, являются ярким примером для других. Ведь именно благодаря им республика улучшает свои экономические показатели. А это дорогого стоит. Но вы на самом деле своим трудом доказываете и показываете, как нужно трудиться. Трудиться эффективно, трудиться с любовью к своей малой родине. Указы о присуждении 10 из 35 наград были подписаны президентом страны. Руководитель сельхозкооператива Канажского района сегодня получил звание заслуженного работника России. Его хозяйство уже давно вышло на передовые рубежи. 140 человек у нас работает в среднем, заняты, работают. Развитые животноводства в прошлом году ферму сдали. Высокого класса уровня механизации на 200 голов. Так что вот доярка получила у нас сейчас тоже, как и я, сосудного работника сельского района России. Это зря не дают за показатели. Его заслуги перед республикой тоже оценили высоко. Военному комиссару Александру Макрушину вручили почетный орден. Причем он сегодня стал сороковым по счету обладателем этой награды. Глава региона отметил особо его личное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Хотя сам полковник называет свой орден заслугой всего коллектива. Военкомат республики своим плодотворным, героическим, можно сказать, трудом мы стараемся, чтобы и военно-патриотическая работа в республике, и все, что касается вопросов мобилизации, вопросов призыва, чтобы мы, как в прошлом году завоевали в России первое место на таком же уровне, чтобы этот уровень не понижался. Лауреатами государственной премии в области литературы и искусства стали художники. Их труды на церемонии смогли воочию оценить и все гости. Обереги, серьги, колье с национальными узорами и даже клинок амазонки. Им удалось воссоздать коллекцию уникальных украшений древних чуваш. Авторы признаются, что была проделана огромная работа. Любое народное искусство сделать, не зная корней, невозможно. Мы изучили историю с 7 века, начиная, откуда сувары пошли, откуда они, как булгарами стали, как чувашами стали. Каждая из 35 наград – результат кропотливого труда. Все те, кто получил сегодня почетные звания, медали и ордена, пообещали трудиться и дальше, на благо Родины и каждого ее жителя. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. На несколько дней наш город, культурная столица Поволжья, превратился в столицу экономическую. Сегодня открылся 7-й Чебоксарский экономический форум. В августе будет уже два года, как Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Так или иначе, в этих, относительно новых условиях, регионам нужно не только выживать, но и желательно развиваться. Одно из звеньев – цепочки формирования экономики регионов инвестирования. Что предпринять, чтобы в нашу республику и другие регионы хотелось вкладывать средства, чтобы это было действительно выгодно? Поговорить об этом не только в Чувашу приехали известные экономисты, финансисты, инвесторы, банкиры, ученые. Сегодня в мире денег сильно больше, чем проектов, где можно получить прибыль. Самое главное – это развитие внутренней инфраструктуры, внутренней экономики, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Вот в этом месте у вас далеко все не так плохо, как и в многих других регионах, и надо эту линию максимально поддерживать. Прежде всего, надо поддерживать малый бизнес. Чуваши нужно развивать то, что у нее есть, потому что за исключением свиноводства, по всему остальному Чуваши выглядят очень хорошо в масштабах нашей страны. Самое главное – необходимо превращать свою территорию в технопарк для выявления, развития, коммерциализации принципиально новых технологий. Потому что уже через пять лет технологический базис изменится. И тот, кто успеет первым, тот и станет королем мира. Чуваши пока, конечно, не король мира, но в плане кредитоспособности регион стабильный, отмечают эксперты. А согласно данным рейтингового агентства «Экспертера», наша республика входит в первую десятку регионов с низкими инвестиционными рисками. Сильные стороны, я сегодня об этом говорил, прежде всего, это очень, на мой взгляд, качественное бюджетирование, будем так говорить, да. Качественное управление доходами и расходами республики. Потому что на том фоне, что большинство российских регионов сейчас испытывают большие проблемы, у них не растут доходы из-за экономического спада. Если говорить о республике, то здесь как раз мы видим совершенно отчетливо, что республика удачно справляется с этой трудной задачей. Чебоксарский экономический форум представляет из себя сочетание круглых столов, конференций, семинаров. На его площадках пройдут выставки, презентации, деловые встречи. Для многих ведущих российских и даже зарубежных компаний форум станет не только дискуссионной площадкой для общения лидеров бизнеса и представителей власти, но и местом подписания крупных контрактов. На все эти мероприятия два дня. Форум продлится до 20 июня. Видеоверсию пленарного свидания 7-го Чебоксарского экономического форума можно будет увидеть в эфире национального телевидения Чуваши. Сегодня, 19 июня, в 21 час. Историческое здание в центре Чебоксара брело нового хозяина. Глава Чуваши принял участие в торжественной церемонии открытия Центра развития бизнеса Чувашского отделения Сбербанка России. Центр развития бизнеса в городе Чебоксара стал вторым подобным в республике. Первый был открыт в январе в Новочебоксарске. В центре два этажа есть конференц-зал на 93 места. Технические возможности оборудования зала позволяют проводить видеоконференции, семинары и тренинги. Предполагается, что здесь будет оказываться весь спектр банковских услуг и всесторонней поддержки предпринимателям и предприятиям на всех этапах становления бизнеса. Количество предпринимателей ежегодно увеличивается. Есть определенный позитив, однозначно. Мы со стороны государства оказываем содействие для начинающих предпринимателей. И все делается для того, в реальной рыночной экономике, со стороны органов власти, у кого есть идея, у любого человека, и кто хочет открыть свое предпринимательское дело, здесь, на этой площадке, в Центре развития бизнеса, который сегодня мы открыли, созданы все условия. Взаимодействие и партнерство – вот главный принцип успешного бизнеса. И наладить его можно в Чебоксарах, в торгово-выставочном комплексе «Экспо Контур». Открылась 21-я по счету выставка регионы «Сотрудничество без границ». Мероприятие традиционно собирает сотни участников. Два этажа и уличная площадка заполняются до отказа. Оно и понятно – это отличное место для проведения деловых встреч, переговоров и демонстрации своих достижений. Участие в выставке принимает более 200 организаций, среди которых более 20 иногородних и 2 итальянских. Наша с вами задача – создавать благоприятную среду, чтобы финансовые средства в УК не есть, чтобы не лежали в банках на депозите, чтобы эти средства были вложены в реальное производство, в реальный сектор экономики. Оценить изобретательность участников Михаил Игнатьев смог практически сразу, как вошел в выставочный зал. На стенде Мининформполитики Чуаши его встретили корреспонденты детской программы национального телевидения «Акилбупсер». Меня зовут Софья Родионова. Я веду передачу «Акилбупсер». С какой газеты начинается ваше утро? С какой газеты? Газеты мы сейчас мало читаем. Больше владеем информационными технологиями. Берешь айпад и пошел. На площадке города Чебоксары тоже было много детей. Ведь именно они будут строить Чебоксары будущего. Эти ребята уже знают, как преобразиться столице республики и какие должности они будут занимать. Я хочу представить вам, нашего молодого мэра Александра. Это ваш друг, да? Да. Уважаемый Михаил Васильевич, добро пожаловать в город будущего. Глубший город на Земле. Планетарий, многофункциональный культурный центр, аквапарк и даже Кремль. Все это появится в городе к 550-летию, обещают ребята. Я главный будущий строитель. Я твердо заявляю, что в городе Чебоксары совсем не будет кровать. Потому что мы строим новые дороги, развязки, мосты. Делаем это быстро и аккуратно. Ведь в моем родном городе все только самое лучшее. Посетить город будущего и другие выставочные стенды можно до 22 июня. Анастасия Алексеева, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Сергей Рябчиков. Республика. Чувашский академический драм-театр вернулся с первого фестиваля театров ПФО, который прошел в Оренбурге. Он собрал вокруг себя коллективы из Ишкаралы, Казани, Пенза, Самары, Саратова, Уфы и Чебоксар. Спектакли шли на сцене трех театров Оренбурга на шести языках. На фестиваль Чувашский академический театр представил спектакль «День очищения». В пьесе автор смог связать судьбу героев, родного дома, родителей в единую философскую канву. А режиссер спектакля сумел эмоционально, образно воплотить все это на сцене. Спектакль «День очищения» был восторжен и принят зрителями и критиками. Такой была информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Впереди еще репортажи об участниках выставки регионных сотрудничеств без границ. До свидания. Выгодный кредит на любые цели, универсальные электронные карты, металлические счета и многое другое. Один из самых востребованных банков России «Избербанк» представлен на 21-й межрегиональной выставке регионных сотрудничеств без границ. Мы традиционно выставляем наш стенд, и этот год не стал исключением. Мы на нашем стенде представляем, наверное, все наиболее интересные и востребованные на рынке услуги, как для населения, так и для малого бизнеса. Единственный на всю выставку банкомат и увлекательный стенд с интерактивной игрой были, пожалуй, самыми популярными площадками на контуре. Но это еще не все. Все гости выставки, не отходя от кассы, могли заказать себе банковскую карту с индивидуальным дизайном. Особенным новшеством является заявка на карту с индивидуальным дизайнерским видом. Соответственно, вы можете прямо здесь, прямо сейчас подать заявку на получение индивидуальной карты с тем изображением, которое будет для вас максимально интересно, которое вам сейчас нужно. На выставке произошло еще одно значимое мероприятие, а именно подписание соглашения о сотрудничестве между Чувашским отделением Сбербанка и строительной компанией Суор. Это соглашение касается проектов в сфере жилищного строительства, дорожного строительства, в сфере агропромышленного бизнеса и так далее. В целом на общую сумму более 11 миллиардов рублей. Это очень весомо. С компанией Суор мы работаем очень давно. Но проект амбициозный. Сумма соглашения составляет около 10 миллиардов рублей, чуть больше. Поэтому предстоит очень большая работа. В первую очередь строительство жилья для правительства Чувашской республики, которое мы выиграли этот тендер около 30 тысяч квадратных метров. И я думаю, что этот проект до конца года будет реализован. Посетить стенд Сбербанка и на себе ощутить все преимущества компании вы можете до 22 июня с 10 утра до 19 вечера в выставочном центре «Экспо Контур». Они известны еще с эпохи палеолита. Их признают самым полезным изобретением за всю историю человечества. И даже в 21 веке представить себе жизнь без них невозможно. Речь о ножах. Уже более 10 лет Ворсминский завод кованых ножей изготавливает ножи из различных типов стали. Алмазной, нержавеющей, так называемой узорчатой. Дамаска, булата и других. Каждая сталь имеет свои преимущества. Например, если взять 95-ю сталь, это нержавейка абсолютная. Если взять Дамаск, у него, во-первых, структура шикарная. Во-вторых, очень хороший мягкий рез. Если взять булата, твердость, прочность. Мы используем много сталей разных. То есть уже на любителей. Кому что нравится. Предприятие изготавливает от кухонных, филейных и рыбацких ножей до эксклюзивных образцов авторской работы. Кстати, особую у ножей Ворсмы не только клинок, то есть режущая часть. Для рукояти используют карельскую березу, берестяную кору, орех и березовый кап. Такие виды древесины отличаются своей прочностью, надежностью и долговечностью. Эти качества, которые вообще характерны для изделий Ворсминского завода, позволили предприятию выбиться в лидеры на рынке не только российском, но и среди стран СНГ и дальнего зарубежья. Запуск ракеты, бег гепарда или гонки в Форсаже. Все это олицетворение огромных скоростей всего мира. Демонстрирует подобную скорость и компания Мегафон. На 21-й межрегиональной выставке региона с сотрудничеством без границ представители компании с удовольствием расскажут вам о своих новинках. Мы приглашаем гостей в выставке протестировать интернет на базе новейшей технологии LTE Advanced. Она дает скорость до 300 мегабит в секунду, пока интернет LTE Advanced доступен в Москве. Однако в ближайшем будущем Мегафон планирует расширить эту сеть. Сегодня гости и участники могут прикоснуться к будущему на рекордных скоростях. Одной из популярных площадок компании Мегафон стала инновационная фотозона. Здесь каждый желающий может сделать фото на память и заодно принять участие в конкурсе «Я летаю на 4G+.». Для этого нужно разместить в специальном альбоме группы Мегафон ВКонтакте фотографию с выставки. 4G-модемы и фирменные футболки ждут автора фото, набравшего большее количество комментариев. Пожалуй, самым необычным аттракционом Мегафона станет фотокабина, в которой вместо обычной фотографии участник сможет получить портрет, составленный сотен слов. Кстати, при помощи 4G-модема электронная фотография сможет улететь из стационарной кабины прямо на мою страничку ВКонтакте. Просто замечательно. У меня фотографий, конечно, очень много в моей коллекции, но вот эта фотография, мне кажется, будет уникальная. Буду обязательно показывать друзьям, подружкам. Я даже не слышала, впервые сегодня сейчас увидела. Мне кажется, это будет супер просто фишка. Хотите на своем опыте оценить новшества компании? У вас еще есть такая возможность. Стенд компании Мегафон работает до 22 июня с 10 утра до 19 вечера. Отремонтировать кровлю дома, сделать красивый фасад, украсить интерьер, помочь с этим и не только может компания «Стройдекор». К услугам клиентов изделия из легкого материала, пенопласта, а точнее пенополистирола. С ним возможности декорирования становятся безграничными. Мне очень понравилось то, что не пришлось дополнительно усиливать фундамент, потому что материалы все легкие и очень утеплились все фасады. Сейчас ремонт заканчивается наружный, и я собираюсь внутри дома тоже сделать ремонт с этой фирмой. В «Стройдекор» я обращаюсь, потому что они клиентоориентированы, работают со всеми людьми индивидуально, и все делается очень быстро и качественно. Архитектурные элементы «Стройдекора» в отделке подчеркивают все достоинства строения, придают ему особую выразительность. У дома появляется индивидуальный стиль и изысканная атмосфера. Архитектурный декор из пенополистирола придаст вашему дому стильный внешний вид и изменит ваш фасад до неуздаваемости. Архитектурные элементы покрываются штукатуркой из натуральной мраморной крошки, которая устойчив ко всем атмосферным воздействиям, не сохранит внешний вид вашего фасада на долгое время. Визуально архитектурные элементы из пенополистирола не отличаются от бетонных или гипсовых, но имеют значительные преимущества перед ними. В том числе экономят бюджет. Перевозка и крепеж изделий не составляет труда. Дизайнеры «Стройдекора» могут воплотить самые креативные задумки клиентов в реальность. Так живопись по сырой штукатурке придаст уют любому уголку дома, квартиры или офиса. Украшать дом нам всегда всем нравится. То есть мы хотим жить в красивом жилище, для того, чтобы оно радовало глаз, как внутри и снаружи. Мы там комфортно себя ощущаем. Соответственно, всем нам хочется, чтобы наш дом выглядел красиво. Ну и мы предлагаем нашим покупателям украшать свои жилые дома. Это можно сделать украшать не только новостройки, но и старые дома. Компания «Стройдекор» на рынке Чувашии 5 лет. Она представлена не только в Чебоксарах, но и в Канаше и Ешкарале. Познакомиться с образцами материалов можно на межрегиональной выставке «Регионы. Сотрудничество без границ». Либо по адресу город Чебоксары, складской проезд, дом 6. Телефон 22-64-18. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова